Плавь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты не волнуйся, не волнуйся, слесарь уже все починил. Да, мне нужно в магазин. Пойдем со мной, Макс. Макс, пойдем. Ну что? Нету? Нет. Нет, нет. Пойдем. Пойдем, есть пиццу. Нам больше достанется. Ну не расстраивайся ты так. Завтра увидитесь. Да нет, у меня такое ощущение просто, что она со мной только для того, чтобы избавиться от своих семейных проблем. Не знаю, почувствовать себя желанной. Слушай, ну может в таком случае вам лучше расстаться? Ну а что? Замужняя женщина с ребенком. К тому же у вас такая большая разница в возрасте. А может он с Максимом тоже расстаться? Все-таки у него мама. У вас хоть и небольшая разница в возрасте, но все-таки есть. А что ты на мне срываешься? Я виновата в том, что ты запал на замужнюю женщину с ребенком. Выходи за меня замуж. Леш, ты перегрелся? У тебя совсем поехала крыша? Нет, а что? Ты тогда забудешь Максима, я забуду Аню и всем будет хорошо. Ты сам веришь в то, что ты говоришь? Нет. Я ищу варианты. Варианты чего? Не знаю, чтоб не страдать. Добро пожаловать в клуб жертв любви. У нас здесь не радостно, зато все свои. Ты еще и стихи пишешь. Эй, что это значит? Это значит, что я переезжаю к Толику. Как? Уже? Ну да, мы будем готовиться к свадьбе. Санечка, спасибо тебе огромное. Ты, я знаю, что я тебе надоела. Ты меня терпела до последнего. Я трепала тебе нервы. Да уж, выждержать тебя было непросто. Ой, знаешь, сама тоже по двору. Сычок. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Санька, я такая счастлива. Меня Толик ждет над Эти. Я тебя провожу. Так, а что это? Теперь я тебя увидишь только на свадьбе? Подожди, как девичник. Мы, между прочим, с Ингой собрались оторваться по полной. Что, стриптизеры будут? Каждый по стриптизеру. О, я что-то не знаю. Привет. Сань, танцуй. Так, пришли рейтинги. Доля не случайного свидетеля 19,8. Отлично. Правда, это еще не все. У новостей с Романом Пальчевским 13,2. Серьезно? Бедный мальчик, боже мой. Понтов-то у него теперь, наверное, поубавится. О, нет, девочка, это негуманно. Пальчевский без понтов, он просто исчезнет. Не исчезнет. Я встретила Илону, она говорит, что генерально распорядился. Пальчевского переводят к нам. Что такое? Приказ уже подписан. Вот гад. Добился все-таки своего. Извините. Да, Леша. Саша, привет. Ты флешку не теряла? А что такое? Я ее дома нашел. Серьезно? Угу. Спасибо. Я тогда заеду, к тебе заберу. Давай. Ага. Пока. Пока. Так. Зал в ресторане есть. Дороговато, конечно, но зато живая музыка. Что еще? Ну, еще надо лимузин заказать. Да. Я думаю, что от ЗАГСа и до ресторана, да? Как скажешь, Маус. Что еще? Платье. Платье есть. Так, стоп. Что? Сядь, пожалуйста. Так, в примере, пожалуйста. Господи, что это? Чтобы узнать размер твоего кольца. Малыш, ну ты прям очень заботливый. Так, наверное, вот это. С первого раза подошла. Семнадцатый. Отлично. Я запомню. Дует. Папа. Да. Да, папа. Хорошо, я передам Еве, но узнай, пожалуйста, что я против. Да. Хорошо. Я все равно против. Я поняла, что против. Против чего? Он хочет, чтобы мы заказали другой ресторан. Какой? Какой-то в Клементоне. А, Клементоне, да. Я слышала, мне Инга рассказывала, очень элитное заведение. Там мэр собирался праздновать свадьбу дочери. Ага, понятно. Значит, свадьбу мы договорили, что оплачиваем напополам. Еще он нам будет указывать, какой ресторан выбирать. Нет уж. Подожди, пожалуйста, умоляю. Только не надо с ним ссориться. Я и так с ним наладила отношения. Я сейчас спокойно все скажу. Папа. Ну, знаешь что? Вот с рестораном ты уже перегнул палку. Да. Бросила трубку. Это он пишет. Я в три буду Толиком. Нужно серьезно поговорить. Боже, упрямая села. Благодаря мне и моей команде наша передача получила самый высокий рейтинг среди информационных передач. Да, молодцы. Хорошо поработали. Я не вижу смысла переводить к нам людей с других менее успешных проектов. Саша, я тебя прекрасно понимаю. Ну, посуди сама. Если не случайный свидетель и дальше будет создаваться той же командой, в лучшем случае, он останется на том же уровне. А новое руководство и личное хотим большего. Я с вами полностью согласен, Федор Николаевич. Нам просто необходима свежая кровь. Нам? Да, Сашенька, нам. Тебе, мне и всей нашей дружной команде. Я не понимаю, что тебя смущает. Значит, рейтинг сделала я. А все плоды будет пожинать он? Тоже мне рейтинг. 18,9. 19,8. А из этого слота можно спокойно все 25 выжимать. Так, давай без этого. Значит так. Творческую часть я оставляю за тобой. Роман возьмет на себя менеджерские вопросы. Он на этом деле собаку съел. Ваш тандем может быть очень продуктивен. Поэтому советую прекратить распри и начать сотрудничать. Я все поняла. Ну, наконец-то. Передай своим людям, что ровно в два часа без опозданий. Я всех жду в переговорке. Что-нибудь еще? Да, пожалуйста, приготовь 10 вариантов для следующего сюжета. Хорошо, я решу этот вопрос. Добро. Я утрясу. Все. До связи. Так, начнем мы. Да. Значит так. Я хочу отмечать свадьбу там же, где праздновал наш мэр. Дорогая моя, мы с его матерью вращаемся в высших кругах нашего общества. Это я понимаю. Только при чем здесь... А при том, если я приглашу уважаемых гостей в гадюшник, где алкаши сидят, меня не поймут. Пап, ну у нас приличный ресторан. Повторяю. Если я устрою свадьбу в бомжатнике, то мои друзья и знакомые просто перестанут меня уважать. Я же не требую, чтобы ты заказала стинга. Хотя мог бы. Так что оцени мою скромность и прояви уважение к будущему свекру. Хорошо. Это еще не все. Церемонию бракосочетания мы перенесем из ЗАГСа в ресторан. Это личное пожелание моей супруги. Пап, ну зачем? Ну это же лишние траты. Не спорь, это потребует стинга. Вопросы? А я согласна. Да славно. Да, а действительно, зачем нам один день гулять? Мы можем уже два. И две ночи. И гости будут довольны. А еще закажем шоу-балет с блесками и перьями. Я, ну зачем? Ну откуда у нас столько денег? А что я элитный переводчик. У меня хорошая зарплата. Часто бывает премиальная. Я могу себе позволить побаловать нашего папу. Ну, знаешь, шоу-балет с перьями, это... Это уже слишком, а... Направление мысли мне нравится. Ева. А, Инга. Что случилось? Ну это просто невыносимо. Я сейчас с ума сойду. Подожди, успокойся и объясни мне. Это не свадьба. Это как минное поле, на котором не знаешь, когда подорвешься. Дай угадаю. Тебя опять довел твой свек. Нет, он меня не довел. Он меня просто достал. Это как квест. Пройдешь задание, хорошо. Не пройдешь, вылетаешь из игры. И каждый раз, когда он мне звонит или приезжает, у меня начинается паническая атака. Послушай, тебя никто не заставляет быть в этой игре. Не нравится уходить. Нет, это дело принципа. Он искренне считает, что попасть в свою семью это великая честь, о которой я мечтала всю свою жизнь. А ты мечтаешь доказать обратно. Но я не ему хочу доказать, я хочу себе доказать. что я достойна, чтобы меня любили, что я личная, что я независима, платежеспособна. Ну, в общем, мне нужно оплатить аренду в Клементонию на двое суток. Клементония. Угу. Ты попала. Ну, я подумала, что у Толика есть машина, квартира, мебель. Я хотела как-то нести свой вклад в нашу совместную жизнь. Трезво, умно, прагматично. Ближе к делу. От меня что нужно. Я подумала, что у тебя связи в ресторанном бизнесе. Может быть, ты можешь как-то договориться, чтобы это сделать дешевле. Тебе повезло. Зам. Директора Клементония мой хороший друг. Я с ним поговорю. Я так и знала. Инга, спасибо большое. Ты очень выручаешь. Ой, прости. Да, Толик. Да, да, я скоро буду. Да, пока. Ну что, подвезти? Ага. Пошли. Это фигня. Идея в том, что нитраты в огурцах превышают норму практики. Полное фуфло. Давайте, давайте, предлагайте дальше. А то в ваших заявках сплошной шлак. Развенчание, фальсификация масонского заговора. Это недавно на Орбита ТВ показывали, а мы объедки за другими не подбираем. В Испании наша эмигрантка открыла сеть по продаже наркотиков и теперь ее судят. Хочешь за счет канала развлечься в Испанию? Как-нибудь в другой раз, Светик. Саша, а ты что молчишь? У тебя есть что-то? Да. Было много. Я даже как-то так подготовилась, но в какой-то момент все пух и вылетело из головы. Дешевый трюк, Александра Петровна. Слушай, а может быть ты нам парочку новых идей подкинешь? Ты все-таки новенький на проекте и хотелось бы, чтобы ты продемонстрировал свою профпригодность и показал нам мастер-класс, так сказать. Хочу тебя, Сашуль, разочаровать. Я здесь административный руководитель. А, точно забыл. Я ничего не предлагаю. Я всего лишь отбираю идеи для эфира. Так что завтра, к трем часам, я жду от вас нормальных предложений. Мерзкий, неприятный тип. Привет. Ева, возьми, пожалуйста. Здесь кредитная карта, пин-код до твоего рождения. А зачем? Ну, чтобы ты могла расплатиться за банкет или вообще где угодно. Здесь достаточно средств. Да, ну, я хочу, чтобы ты знала, что я очень дрожу тобой, а за отца мне стыдно. Спасибо большое, но мне, честно, есть деньги. Да, дело не в этом. Ты теперь под моей защитой и знаешь, что бы ни случилось, я, я все решу. Вы решите, пожалуйста. Ева! 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 почему ты платишь? Что случилось? Да я не знаю. Я не знаю. Может быть, отчасти плачу. Как-то необычно очень. Я просто привыкла всю жизнь. у меня еще сама мне никто никак не помогал. А ты тут такой. Я сейчас умру просто. Не надо. Не надо умирать. Я же врач. Да. Я тебе не позволю. Я тебе спасу. Я тебя тоже так люблю. Я тебя тоже так люблю. Очень люблю. Такая красивая. Такая красивая. А что это он тут делает? Толя, ну где ты? А я, я не могу. Я туда не пойду. Пап, я иду, иду. Ну, неудобно. Мне неудобно. Я не пойду. Я тебе говорю. Сделают, что меня тут нет. Толик, ну где ты? Иду, иду. Иди здесь только тихо. Хорошо. О. А вот и он. Я думал, потерял его. Пап, извини, просто Ева вышла, а я что-то вырубился. Все понятно. А что понятно? Могли бы этим заниматься и после росписи. Два дня до свадьбы осталось. Пап, извини, но вообще-то это не твое дело. Ах, не мое дело? Хорошо. Потом поговорим о времена, о нравы. Не мое дело. Папа. Ушел? Ушел. Я забыл, на чем остановились. Ну, не знаю. Что-то у меня уже настроение пропало. Да? Дом твой папа испортил. Он тут часто будет приходить. Еще чего? А после свадьбы все замки поменяю? Я, наверное, пойду. Угу. На массаж, пока. Угу. Папа, папа, вечно ты все портишь. Да. Да. Привет. Привет. Перестань. Какими судьбами в наших краях? Я пришла тебя попросить написать для меня жизнеутверждающую композицию. Жизнеутверждающую? Сейчас. Давай-ка, давай-ка посмотрим. Можно? Да-да. Давай вот это. Да, мам. Нет, мам. Нет. Я сейчас на работе. Нет. Давай я тебе перезвоню вечером. Угу. Давай, пока. Вы с ней каждый день общаетесь? Конечно, нет. У нее сложный период. С отцом разводится. Я с ней виделась. Ну, точнее, она со мной. Когда? Вчера. Она что, тебе не говорила? Нет. И ты, кстати, тоже. Ну, в общем, она сказала, что у нее есть веская причина не доверять мне и посоветовала спросить у тебя. Веская причина не доверять. Это формулировка моей мамы. А, да. Еще она знает, что мою маму зовут Лиза и что она журналист. Только я не понимаю, к чему эта информация. Лиза Снегирева? Да. Когда мне было 12 лет, отец ушел от нас, он пытался уйти, кричал, что любит другую женщину, что требовал от мамы развод. И звали эту женщину Лизу Снегирева. Черт. Так это был твой отец. Ну, все, Макс. Теперь у него все понятно. Конечно, твою маму не допустит, чтобы мы были вместе. Саша, при чем тут моя мама? Где ты и где моя мама? Макс, я знаю, о чем я говорю. Она не допустит. Инга? Это что, новая строка в нашем меню? Нет, просто решил тебя порадовать. Попробуй. авокадо, ракфор, черри, латук. Все, что я люблю. А также бальзамик и греческое оливковое масло. Потому что итальянское ты недолюбливаешь. И все, ты знаешь про меня. Спасибо. Ну, присаживайся, давай вместе съедим эту красоту. А кухня 10 минут подождет. Не могу. У меня на гриле готовится баклажан, болгарский перец и вот токенный белый гриб. Овощи, гриль. Обожаю. Пять минут, и они у тебя на столе. Инга, покушай нормально. Нельзя столько работать. Здрасте. Здрасте. А вы что, здесь живете? Да. Нет, то есть, лично я не живу, у меня еще одна квартира в этом доме. А вы? А я, да так, флешку забыла у друга, вот пришлось вернуться. Понятно. Анна! Анна, подождите! Да подождите же! Я поговорила с Максимом и... Я знаю, почему вы мне не доверяете и отчасти я даже могу вас понять, но... Зачем вы так? Вы точная копия своей матери. Выбрали ту же профессию, у вас такой же взбалмошный характер. Когда-то по ее вине я чуть не потеряла человека, которого любила больше всех на свете. Я почти забыла об этом. Но тут появились вы. Мне неприятно даже смотреть на вас, понимаете? от мыслей, что вы будете рядом с моим сыном всю жизнь мне становится тошно. Но я же в этом не виновата. Я тоже. Но так сложилась жизнь. Танец, в первый раз привет ничего просто твоя мать меня только что уничтожила мам мама тебе уже нажаловались зачем ты с ней так ты будешь читать мне морали да эй ты ее обидела унизила я никогда бы не подумал что на такое способна ты же моя мама самая добрая нежная женщина на земле ты помнишь как тебе было плохо когда в жизни папы появилась эта лиза нет ты помнишь или нет да мама я помню мне было очень плохо потому что я волновался я боялся что вы с папой из-за этой лизы разведетесь потому что я вас обоих любил мне было очень очень страшно а саша ее дочь и она точно такая же какая распущенная вот какая да откуда откуда ты это знаешь я все прекрасно знаю и требую чтобы ты прекратил с ней всяческие отношения нет этого не будет мама саша не может изменить твое прошлое прошлое своей мамы согласно саша может тебе нравится может не нравится но унижать ее за то что твой муж и к несчастью мой папа когда ты полюбил ее маму это это жестоко и несправедливо мам мам вы же и до появления этой лизы не были никогда идеальность семейной парой может хватит валить с больной головы на здоровую да наверное ты прав макс дай мне время хорошо мам поговори с ней сейчас да макс простите меня пожалуйста я вела себя как последняя стерва да все в порядке и спасибо что позвонили передайте максу что я его люблю она сказала что я слышал спасибо мам ты привет а зачем ты пришел ну вот пришел чтобы обсудить наш развод мне а не я не хочу разводиться неужели ты меня любишь а причем здесь любовь в нашем возрасте скажи мы просто прожили с тобой 30 лет и это очень номер мы не счастливы зачем мочить друг друга анечка ну перестань что ты говоришь неужели ты считаешь что если мы разведемся то станем счастливы но вот я так не считаю уже поздно что-то менять поздно у нас общий сын дом имущество ну ты представь что тебе предстоит случай развода ты это переживешь такое ощущение что мне угрожаешь я боже упаси что то я просто хочу сказать что не знаю никого кто бы развелся по тихому все эти судебные тяжбы эти конфликты разборы полетов это все неизбежно анечка они вот а а ну тебе надо анечка нет ну что не говори я с такой помятой физиономии замуж не пойду ну это как-то себя отреставрировать что ли слушай зачем зря тратить деньги ты прекрасно выглядишь ты просто как студентка че врешь то а ну хорошо для своего возраста ты выглядишь прекрасно а сколько мне лет звук ты мне дашь Ева что ты от меня хочешь скажи честно ты когда не делала уколы красоты нет и не собираюсь меня в моей внешности все устраивает а меня вот мои не устраивает я хочу на собственной свадьбе выглядеть как идеально понимаешь понимаю понимаю если тебе приспичило обколоть себе лицо вперед спасибо мам расскажи мне о своем мужчине кто он чем занимается как вы познакомились ну слишком много вопросов сразу макс как познакомились все произошло очень быстро и неожиданно я не знаю что мне теперь с этим делать а самое главное нужно ли мне все это ну что значит нужно или не нужно если мужчина достойный надо брать а я поняла ты хочешь как можно быстрее меня пристроить чтобы я наконец оставила тебя в покое этого не будет никогда макс не мечтай мам о чем ты я просто хочу чтобы ты наконец-то была счастлива и кем бы ни был твой мужчина я приму твой выбор и что долгая моя я не вижу никаких оснований вас накачивать вы не понимаете у меня завтра свадьба и хочу быть ослепительный дело конечно ваше но предупреждая может появиться отек ведь для полного восстановления нужно хотя бы неделька я готова рискнуть Давайте приступим. Давайте. Привет. Каждый день сюда прихожу, высматриваю тебя. Отлично выглядишь, как всегда. Послушай, почему ты мне не звонишь? Пойдем прогуляемся. Пойдем. Когда ты познакомишь меня с твоим сыном? Зачем? У меня есть коварный план. Я вхожу в круг доверия твоих близких людей. Ты разводишься. Я делаю тебе предложение. Отказать ты мне не можешь. Потому что все близкие на моей стороне. Не надо спешить. Ань, ты не хочешь разводиться? Я не знаю. Ань. Леш, ну невозможно. В одно мгновение изменить свою жизнь. У меня огромный жизненный багаж. У тебя, кстати, тоже есть прошлое. Милая моя, я люблю тебя и только тебя. И никакого возврата в прошлое быть не может. Леш, ну не можем мы быть вместе. По крайней мере, сейчас. Не надо. Отпусти. Толь, где все? Слушай, я не знаю. Наверное, с работы задерживаться. Ух, неужели я женюсь, а? Что, не верится в это? Просто понимаешь, когда всю жизнь не везет, а потом встречаешь девушку своей мечты, она соглашается быть твоей женой, очень сложно в это поверить. А можно нам еще столько же? Спасибо. Да. Толь, я очень за тебя рад, друг, честно. Да я сам за себя рад. Только есть одно но. Мои родители категорически против. Они считают, что она меня недостойна. Добро пожаловать в клуб. В смысле? Моя мама тоже не очень Саша воспринимает. Но мы над этим работаем. Ну, знаешь что, Анне Борисовне не нравилась ни одна твоя девушка. Да, материнская любовь – страшная сила. Это тебе, я чуть не забыл. А что это? Не помню. Вот, чего мне больше всего не доставало. Большая кулинарная энциклопедия. Это, чтобы ты больше не мучился своими крокенбушами, а готовил как нормальный муж под каблучников. Серьезно, ты сейчас будешь это читать? Да. Да. Какой-то невеселый девичник у нас получается. Ну да, без виновницы торжества вообще не то. Ну серьезно, куда она запропастилась? Я не знаю, она мне же только сказала, что пойдет делать уколы красоты. Что? Зачем? Она же и так прекрасно выглядит. Я сказала то же самое. Ну, ты же знаешь Еву. Если что-то захочет, обязательно этого получит. Может, мне еще раз набрать? Давай. Что же берет трубку? Ничего не помогает. Ну, что я ее не послушала-то? Как погуляли на девичнике? Смотри, что мне Макс подарил. Я даже себе представить не мог, что он такой хозяйственный у нас. Что такое? Да дура я у тебя. Я просто красиво хотела быть и боялась, что тебя, твои родственники на свадьбе, скажут, что я старая и все такое. Ты пластику, что ли, здесь? Нет, я, нет. Это просто несколько уколов георгонки. Я просто не думаю, что это так вот получится. Толя, что делать, Толя? Ну, ничего, малыш. Ну, в крайнем случае, свадьбу перенесем. Я не хочу переносить свадьбу. Ну, через неделю точно пройдет. У нас нет недели. Я на собственной свадьбе буду уродом. Стоп. Какой болван. У меня же есть средство потрясающее. Это же практически панацея. Какое средство? Ну, как какое. Портативный электрофорез. Так. Он что, от этого помогает? Ну, он от этого всего помогает. Ложись. Ложись. Расслабляйся. Так. И думай только о хорошем. Ага. Через час в вышках новенькой. Я покажу. Я покажу. Я верю. Ну, я верю. Я верю. Что? И я верю. Браво! Браво! Спасибо! Смешно немножечко. Ребята, ребята, пока. Стасик, что ты делаешь? Где мама? Где папа? Лариса, Гриша, заверите ребенка. Ну что, все уже собрались похоже? Да я не вижу пока маму Евы. Ну да, прекрасно. Опаздывает на свадьбу собственной дочери. А вы, Толик? Совершенно верно. А я мама Евы. Ой, очень приятно. А это ее сестрички Кариша и Мариша. Здрасьте. Здрасьте. Ну так что, зятек, ну давай хоть на свадьбе познакомимся? Иди поцелуй его. Здорово. Мама, папа. Познакомьтесь, пожалуйста. Это, это мама Евы. Это ее сестры. Лилия Сильвестровна. Очень, очень приятно. Оксана Ивановна. Виктор Антонович. Очень приятно. Ну, очень приятно познакомиться. Да. А шампанского хотите? Ой, не все. Я эту гадость даже в рот не беру. У меня такая голова дурная после нее. А я, пожалуй, выпью. Я тебя выпью. Выпить. Это мои близняшки. Маришка и Каришка. Ой, знаете, такое иногда творят. Вообще, голова идет круглой. Как я вас понимаю. А Ева где? Пойдемте, я вас провожу. Поздравляю, сынок. Молодец. Отличный выбор. Папа, не нагнетай. Я не нагнетаю, сынок. Просто учти, что твоя Ева с возрастом будет очень похожа на свою мамашу. Поздравляю. Друг, выпей. Спасибо. Дышу глубоко, все будет хорошо. Я надеюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, девчонки, я так нервничаю, что меня все трясет. Не нервничай. Сегодня самый лучший день в твоей жизни. Да. Только пока я в аду. Меня знобит. Зато меня вспотело и еле придвигаюсь в этом платье. А еще мне кажется, что я расплачу в самый неподходящий момент. Э-э-э, отставить слезы. Будешь нервничать, смотри на меня, буду тебя веселить. И все? Мама! Мама! Боже, как это красиво. Ну как это мы могли не приехать? Ну посмотри в этой девочке. Таксист просто дорогу перепутал. Ну как я вам? Очень классное платье. Шикарное. Ну, королева. Так, значит, девчонки, ведите себя прилично, потому что здесь куча випов, родственников, друзей папы и Толика, поэтому прилично ведёмся. Познакомьтесь, это мои лучшие подруги Инга, Саша. Здравствуйте. Тоже красавица. Дядечка, что, замужем? Мама. Ну, нет, но надежды не теряем. А вот я уже отчаялась. У нас только Ева молодец. Искала, искала себе мужа и нашла. Да, 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 можно? С божьей помощью. Так, всё, пора, пора, пора. Я готова. Пошли, девочки, быстрей, быстрей, быстрей. Давайте, давайте, давайте. Ой! Странно, что он так неожиданно разорвал с вами договор об аренде. Да. Да, я тоже не ожидала. Может, у вас были какие-то конфликты? Не было у нас никаких конфликтов. А вам он ничего не говорил? Сказал, что ему всё понравилось и претензий к хозяйке он не имеет. Не переживайте вы так. Это мужа найти сложно. А нового арендатора мы вам быстро подыщем. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Дамы и господа, вот и настала пора перейти к самой волнующей части нашей церемонии. Сейчас, в присутствии самых близких людей, наши молодожёны обменяются клятвами верности. Анатолий, согласны ли вы взять Еву в жёны, заботиться о ней, быть с ней рядом в печали и в радости, пока смерть не разлучит вас? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok